сегодня мы рассмотрим какие художественные инструменты можно использовать для создания разнообразных векторных артов для наших целей нам необходимо что нам необходимо страница номер один нам необходимо взять фотографию но фотография была взята из открытых источников я ее обрезал тут же в корр или все прекрасно знаете что чтобы обрезать фотографию в корр достаточно воспользоваться инструментом формы и ненужные части изображения можно отсечь мы будем делать что-то вроде векторной аватарки персонажа можно брать любые фотографии для того чтобы с ней работать уже вы поняли что есть возможность использовать изображение и по нему рисовать но если по нему просто рисовать мы нечаянно можем задеть это изображение и она может сдвинуться съехать чтобы она не чтобы это изображение по которому мы работаем нам не мешало мы можем это изображение заблокировать поставив на него такой вот значочек из контекстного меню мы с вами выбираем пункт заблокировать вы меня простите Если у вас слишком будет изображение мелкое, и вы, может, какие-то элементы не видите, я не буду переходить на второй экран, потому что у меня и так не сильно хорошо с рисованием. А если я буду работать на мониторе, который у меня где-нибудь на потолке находится, то я вообще перестану попадать. Соответственно, вы увеличиваете ту часть, с которой вы планируете работать, выбираете инструмент, который мы с вами освоили лучше всего. Я надеюсь, что это кривая Безье. Возможно, вы любой другой инструмент освоили для работы. Значит, вы будете пользоваться им. Мы с вами будем разделять нашу аватарку на различные части для того, чтобы у нас с вами появлялась возможность эти части впоследствии залить тем или иным образом. Желательно повторить как можно больше деталей, контуров на будущей аватарке, для того, чтобы она смотрелась более красиво и естественно. У меня это может сильно не получаться изначально, поэтому необходимо будет дорабатывать контур с соответствующим инструментом формы. Но я сильно не буду заморачиваться, потому что не хочу тратить ваше время и ваши нервы. Значит, контур номер один общий сделан. Дальше. Можно использовать различные инструментарии, но я по-прежнему с помощью кривой Безье обозначу те части, которые планирую здесь делать. Сразу залью каким-нибудь сереньким цветом. В данном случае обязательно необходимо помнить, что контуры надо замыкать, если мы хотим впоследствии заливать эти части элементов. Ну, меня уже отругали, что я не сильно хорошо прорисовываю важные части лица. Да, есть такая проблема. Для того, чтобы прервать в определенной точке команду Кривую и Безье, можно нажимать Enter на клавиатуре. Для того, чтобы добавлять... Ой, прошу прощения. Сам Enter не нажал. Вот, конечно, повторить пропорции один к одному это тоже не есть цель. Но если выбрать базовые ключевые элементы на лице, то можно попытаться добиться определенного сходства. Ну, сейчас я, конечно, сделал. Возможно, нужно было здесь использовать окружность. Ну, да ладно. Раз уж схватил один инструментик, тогда я буду доделывать все эти вот вещи. Блики, которые можно создавать, вы тоже помните, что мы можем использовать белый цвет для обводки и белый цвет для заливки. Ну, для какой-то светлый цвет. Ну, или обводку отключить совсем. Вот, я этот блик просто сдублирую. Поставлю его дыщу 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 дыщу. Так, можно сразу залить внутренние части белков. Надеюсь, вам после этих лабораторных кошмары на ночнице сильно не будут. Тем более, мы днем, несмотря на приближение хэллоуина, здесь вы не сильно по этому поводу испугаетесь. Изначально, когда создаешь элемент, он может выглядеть не очень приятно. Что делать вот здесь? Ну, здесь можно двумя методами поступить. Я возьму, например, создам контур вот такой вот, который выходит на задний план. Залью ему его белым цветом. Временно его вытащу, чтобы легче было ориентироваться. И, значит, тут добавлю зубки. Я не стал ориентироваться по фотографии, так, опять. Бел, в смысле Enter, забыл нажать. Дальше это дело мы группируем комбинацией Ctrl-J, устанавливаем зубки на место и укладываем их на задний план. На задний план, ну, что-то вот в таком плане получается. Дальше можно добавить детали лица какие-то, те детали, которые вы считаете необходимыми. Если вы считаете их необходимыми, там можно реснички добавлять, там еще что-то. Опять-таки, цвет серый, белый, все оттенки, которые есть, вы можете выбирать из палитр соответствующих. Так, что у нас дальше? Дальше у нас... Что у меня все повисло? Дальше у нас нижняя часть, открытые части, их надо сделать замкнутым контуром и залить определенным цветом, ну, плюс добавить те элементы, которые нужны. Значит, в качестве открытой части у нас с вами будет использоваться все части, которые имеют телесный оттенок, скажем так. Я возьму часть руки, в единый контур добавлю с некоторым заходом. Ну, примерно что-то в этом роде. Значит, тут я пробегусь по контуру. Хотя это не обязательно, все равно на задний план необходимо будет, наверное, поставить эту часть. И замкнем ее как-то так. Кроме этого, нужно будет добавить детали, которые касаются шеи, там, и т.д., и т.п. вот, и останется сделать матроску эту, но мы с ней пока повременим. Дальше нужен контур, который будет характеризовать волосы. я обычно когда есть что-то с пробором делаю две части. Одна часть у нас так забываем нажать будет отвечать за вот эту часть правую не обязательно, но можно попытаться эти элементы, которые здесь есть, прорисовать и использовать как-то в дальнейшем. Опять-таки это дело у нас касалось волос, соответственно, можно немножко подровнять. Одна часть, вторая часть точно так же отрисовывается. примерно как-то что-то в этом плане. Дальше можно повторить контур, пробежаться по контуру и замкнуть. Значит, если мы правильно замкнули, у нас получается какой-то контур с этой стороны, какой-то контур с этой стороны. что у нас еще? А, фон лица. Какого цвета должно быть лицо, я затрудняюсь ответить. Не сиреневое, наверное. Так, ну, что-то вот в этом роде, наверное. и телесные оттенки, они у нас здесь и видимо здесь. Вот. Для добавления деталей можно использовать ряд художественных инструментов, которые мы еще не использовали в нашей работе. Есть линейка с художественным оформлением, так как у нас есть художественное оформление. Инструмент художественного оформления, он у нас выглядит в форме такого вот карандаша а-ля распылитель. И в этом карандаше а-ля распылитель есть несколько вариантов того, чем мы можем пользоваться. каллиграфия с различными заготовками того, чего оно позволяет нарисовать. Видите, он как бы линии перекручивает с заданной толщиной. эти толщины увеличивать, так, прошу прощения, у меня все что-то прыгает, то у нас соответственно мазки получаются различные. Есть распылитель, который рисует из библиотеки выбранными художественными эффектами. Ну, масса тут всего интересного. Я использую изначально инструмент заготовка, где вы можете выбрать форму мазка изначально. Так, и куда у меня управляющий элемент делся. Что-то у меня все равно не выключается. давай. Вот, мы немножко посмотрели на этот инструмент, что с помощью его можно делать. Так, задать определенный диаметр для наших мазков и можно дорисовать этим диаметром интересные каким-то цветом там, который вас вдохновляет. Такие вот какие-то штуки. Вот, это то, что касалось распылителя. Ну, впоследствии это дело можно оттуда утащить. Я не нарисовал кофточку. Ну, вот, такая вот аватарка в двух словах получается. Ну, не скажу, что сильно у меня художество от предыдущего получилось лучше, но, по крайней мере, не сильно много на это время потратил. если сильно заморачиваться, достоверность будет лучше. Если вы над мелкими деталями, которые я тут не прорабатывал, тоже постарайтесь поработать над своей фотографией в качестве аватара или над любой другой, который вам захочется, то мы с вами можем получить достаточно реалистичные элементы. вот, это мы по-быстрому рассмотрели то, что касается некоторых художественных направлений в изображении. Также, наверное, не показывал, какие методы работы есть с растровой графикой. Да, можно, кстати говоря, попробовать свой один что здесь такое? Что такое векторная графика для нас? Это кривые. Если нам необходимо попытаться изображение преобразовать в кривые, то есть такой процесс в Короле, который это позволяет делать, пытается это сделать. Этот процесс называется трассировка. в пункте меню верхнего выпадающего растровых изображений есть подпункты трассировки, это быстрая трассировка, различные варианты трассировки по центральной линии, трассировки абресом для получения штрихового рисунка. Например, я выбираю именно этот вариант трассировки и открывается окно управления и фотография будет преобразована в элементы векторной графики с помощью того или нового уровень деталей можно пытаться использовать. Нажмем кнопочку окей и посмотрим, что здесь произошло. Произошла вот такая трассировка, видимо, я выбрал недостаточно количество детализации, я увеличу детализацию и попробую еще раз с помощью этого же метода повертрейса большее количество деталей оттуда вытащить. Немножко деталей стало больше. Что это нам дает? Вы можете разгруппировать все эти элементы и вот видите, увидеть из чего собственно говоря фотография лежит, из чего собственно говоря и состоит от трассированный элемент. Трассированный элемент, ну понятно, если у вас там примитивное изображение, фотка какого-нибудь чертежа, наверняка элементов будет гораздо меньше. Вы можете менять цвета и оттенки как у стандартных векторных объектов, тем элементам с которыми вы хотите поработать. Вот кстати этот элемент можно установить куда-то сюда для добавления уровня детализации. Вот, ну с трассировкой понятия мы тоже вроде как разобрались. Что еще можно делать с растровыми изображениями в короле. есть возможность использовать эффекты различные в том числе растровые. Вот размытие и так далее. Ну это что-то наподобие фильтров из фотошопа у нас с вами. это тоже есть возможность использовать. Ну и самое интересное наверное что здесь есть для растровых изображений в эффектах где же оно хранится то что позволяет а вот наверное в растровых изображения должно все-таки храниться нет нет все-таки в эффектах трехмерные эффекты загибы страничек то есть то чего мы не наблюдаем в фотошопе хотя было бы логично вот вы можете для раз второго изображения выбрать насколько далеко будет загнут уголок выбрать тот уголок который вы хотите свернуть например ширина высота и использовать вот такой вот эффект это у нас трехмерки она хранится трехмерные эффекты загиб края края страницы вот соответственно инструментарий для работы с фотографиями в корр или несмотря на то что он у нас векторный тоже присутствует им не нужно пренебрегать достаточно большое количество здесь есть также если вы делаете ваши лабораторки когда у вас цель сделать несколько вариантов например тех же визиток у вас есть с определенным фоном определенным цветом логотипа изображения и в общем оно из чего-то там состоит разноцветненького например такой и у вас есть цель сделать несколько цветовых гамм этих элементов но если у вас какая-то навороченная работа у вас там может быть куча мелких деталей и для того чтобы поменять вам нужно их будет все разгруппировать каждый отдельно выбирать выбирать цвет и т.д. и т.п. вот что можно сделать как этот процесс более автоматизировать например вы можете выбрать сгруппированное изображение и преобразовать его в фотку преобразовать его в раст ну тут выбрать качество количество точек на единицу длины пусть будет 300 вот теперь это картинка которая уже не разгруппироваться как будто это джипег и можно использовать эффекты например так нет как оно у нас называется давайте посмотрим есть эффекты по работе вот называются настройками судя по всему оттенок и насыщенность ну во первых можно это дело сдублировать необходимое количество раз чтобы вы получили необходимое количество цветовых образцов для ваших заказчиков или еще кого-то так в настройках выбираете команду цветовой тон насыщенность например можете поменять оттенки на каждом из изображений с помощью этих команд эффект настройка можно использовать и баланс цвета в общем там эти команды они в общем близки друг к другу соответственно вы по-быстрому можете по-быстрому можно поменять цветовые гаммы для ваших заказчиков поменять оттенки одного поменять оттенки другого при этом у вас нет нужды что-то разгруппировать и что-то выделять с такими цветовыми сдвигами можно по-быстрому пробежаться используя те команды которые там в общем-то присутствуют они у нас самые различные чтобы оно как-то отличалось пусть будет сиреневым например вот соответственно вы по-быстрому разукрасили эти растровые изображения у вас остался оригинал векторный который можно разгруппировать если будет принято решение что нужен вариант с такой-то цветовой гаммой или с такой-то цветовой гаммой вот такие пироги по поводу того что у нас есть возможность использовать эффекты растровые несмотря на то что у нас векторный редактор мы с вами не рассматривали инструментарий по созданию сложных каких-то элементиков давайте по-быстрому я покажу что я имел ввиду например у нас с вами есть задача создать какой-то непонятный узор как вы догадались я у вас специалист по каким-то непонятным узорам так вот какая-то штука она у меня будет пусть кривая с разных сторон она у меня разная и немножко оттенок разный мы с вами когда рассматривали те элементы которые у нас есть мы не рассматривали по большей части все спецэффекты ну возможно вы их видели на практике например есть инструмент который называется контур он позволяет внутрь объекта задать контур различных цветов вот так давайте немножко поменяем количество этих вот шагов этого контура оно тоже может как-то меняться и варьироваться соответственно вот от одного к другому перетекание мы с вами можем делать для того цвета и для этого то есть для того объекта и для этого объекта вот пожалуйста такая странная фигура у нас есть ну пусть она вот так выглядит ну что дальше делать это дело можно сгруппировать переместить центр вращения в приблизительный центр фигуры и используя окна настроек трансформатора как он там называется преобразование так что-то я не вижу на этот раз используя тот же угол поворота который мы с вами делали можно на какой так вместо 15 градусов что-то другое сделал вот например мы с вами получаем какой-то такой сложный узор вот ну для создания сложных узоров инструмент который называется контур он тоже имеет место быть при создании различных вариантов фигур нам может понадобиться пригодиться вот какой объект например с вами присутствуют два объекта допустим не будут какого-то цвета не очень важно а если мы хотим еще интересный эффект получить перетекание одной фигуры в другой есть инструмент который называется перетекание пожалуйста во время работы этого инструмента можно увидеть отрегулировать цветовые сдвиги насколько конечный объект далеко от начального находится насколько быстро осуществляется это перетекание или более медленно вот ну и что касается цвета какого цвета больше какого цвета меньше достаточно интересный инструмент вот допустим возьмем этот инструмент многоугольник и посмотрим как он будет перетекать в ту же звезду достаточно интересно звезду я забыл залить поэтому она у нас осталась пустым контуром и такое вот бывает вот то есть изначально был один объект мы получили другой объект не бойтесь бояться не бойтесь использовать эти спецэффекты если вы хотите попытаться получить трехмерный объект с этим можно тоже поиграться например у нас есть текстовая надпись и есть кубик с кубиком как бы все просто выбираете инструмент вытянуть из спецэффектов наводитесь на кубик и указываете направление все подвисло сейчас оно может быть развиснет указываете направление пожалуйста у вас получился объект который похож на трехмерный но я не уверен что с надписью будет настолько все приятно да цвет у нас черный давайте сделаем цвет синий а обводку черно белую допустим вот тогда наверное это будет иметь какой-то смысл то есть обводочка белого цвета она дает вот эту фактуру ну и афон вытягивается таким вот образом то есть мы быстренько пробежали по спецэффектам практически большую часть увидели оболочку вы использовали я показывал для искажений лабораторок не бойтесь использовать на наших каналах дискорде материалы которые там предложены или на ютуб канале для работы с вот этими вот элементами видео Продолжение следует...